И снова здравствуйте, Blender 2.8, погнали дальше разбираться, что да как. Давайте в этом ролике рассмотрим, что такое текст, как он тут вставляется, как его можно переписать, что ли, свой вставить. Погнали. Убираем окошко, левая кнопка мыши щёлкаем на экране. Убираем ненужное, допустим, куб. И жмём Delete на клавиатуре. Следом Shift-A заходим и жмём Text. Нажимаем Text. Вот высвечивается он, установился. Теперь можно его немножко перекрутить. Можно клавишу R вот так вот вертеть его. И можно использовать вот эти вот клавиши Move, Ротация и Transform. Давайте трансформом всё это дело перекрутим. И немножко установим вот так вот. Убираем Gizmo. Смотрим, как тут установилось. Вот единственное, я не понимаю, почему надо, наверное, в настройках полазить. Почему именно Gizmo неровно ведёт по оси. Так, смотрим, что да как. Вроде всё ровно установилось. Отключаем Gizmo. И теперь нажимаем Tab. Вот высветилась вот такая белая штукенция. Жмём Background на клавиатуре. Очищаем. Переходим на английский язык Shift-Alt клавишей. Жмём или Caps-Luke, или зажатая Shift и пишем Blender. Всё, Blender написан. Теперь нужно немножко, опять же, нажимаем Tab. Убираем вот этот курсор. И заходим теперь, так, в алфавит, тут я в текст. Контекст называется, буква А. Нажимаем на неё. И теперь нужно здесь вот именно поработать с текстом. Опускаемся. Вот здесь вот есть шрифт. Можно устанавливать. Так, геометрия, экструзия. Ставим, нажимаем на неё и жмём 0, 100. 0 и U. Нажимаем, это точка. Русская U. Это точка. И жмём 100. Жмём Enter. Следом заходим в разрешение. Она ставится именно, чтобы сгладить края. Но у меня уже 4 стоит. И теперь можно ещё ставить глубину. Ставим 0, 0, 30. U, 0, 30. Жмём Enter. Вот такие буквы пышные получились. Всё классно. Всё прикольно. Вот так здесь всё это дело работает. Глубину можно это корректировать. Ставить разные значения. Можно попробовать 0, 2. Жмём Enter. Вот уже поменьше толщина стала. Ну, можно... Что ещё тут? Смещение регулировать. Абзац, шрифт. Интервалы. Вот можно поставить между... межбуквенные тервалы. Вот чуть-чуть вы видите, что можно раздвигать, чтобы буквы были... расстояние между буквами. Ну и также здесь есть именно перемещение. Вот выравнивание. Можно поставить справа. Можно поставить по ширине. Можно поставить по центру и так далее. Вот здесь такая настройка. Ну, в принципе, вот такая штука именно здесь по тексту. Опять же, передвигать можно вот с помощью мов. Вверх. Вбок. Также можно перекручивать. Ну, это... Для каких целей именно эти буквы нужны. Снимаем выделение. Вот такой вот получается блендер. Вот The Brush 2019. Давайте подгрузим этот текст в блендер. Посмотрим, как он будет выглядеть после блендера в The Brush. И потом посмотрим, как это всё дело сделать именно в The Brush. Вставить текст. Вытягиваем левая кнопка мыши. Блендер. Вот такие прикольные буквы. Давайте поле F включим. Посмотрим сетку. Ну, в принципе, буквы прикольные. Теперь давайте рассмотрим, как сделать текст именно в The Brush. Как он нам в этом может помочь. Открываем плагины. Вот написано The Plugin. И находим текст 3D. Жмём новый. И печатаем, допустим, также блендер. И жмём Enter. Сейчас программа читает. И вот она уже подгружает. Всё будет видно. Вот такие буквы получились. Теперь жмём Ctrl D. Вот так всё искажается. С этим делом тут надо сделать этим буквам именно для начала Dynamesh или ZRMesh. Чтобы исправить сетку. Вот вы видите, что вот так выглядит сетка после The Brush. Так. Включим MOV. Потянем за квадратик. уменьшим до объёма букв из блендера. И вот так всё это дело опустим вниз. Следом Alt левая кнопка мыши. И можно будет это всё дело вот так вот приблизить. Вот так всё это выглядит. И с буквами здесь можно ещё как работать? С помощью Gizmo. Их можно сделать плоскими. Можно их вот так вот сделать с плюснутыми, вытянутыми. Вот в этом есть кайф. Ну и посмотрим. Теперь сделать надо именно ZRMesh. Geometry или Dynamesh. Жмём резолюцию чуть побольше и Dynamesh. Всё. Вот теперь с буквами можно работать. Их можно надувать. Это заходим в деформацию и делаем Inflatten. И вот теперь у нас буквы выглядят вот так вот прикольно. Теперь можно сделать Ctrl D. Добавить им Divide. Убрать Moff на Draft нажать. Вот такая штукенция. Буквы выглядят, конечно, по-разному. Но после обработки и доработки в принципе будет неплохо. Вот такие возможности Blender и возможность ZBrush. Всё. Всем пока. До свидания. Ссылки на то, как делать буквы в ZBrush я кину именно под этим роликом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok